Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара Гиз. Неравенство доходов населения достигло рекордных максимумов в большинстве развитых государств. Правда, в развивающихся странах разрыв еще хуже. Согласно оценкам экспертов, средний доход 10% богатейших жителей развитых стран в 9,6 раза выше доходов 10% беднейшего населения. В 80-е годы этот коэффициент равнялся 7, в 2000 – 9. Эксперты заявляют, что высокий уровень неравенства негативен для экономического роста и, не решая эту проблему, государства наносят вред долгосрочным перспективам подъема экономики. Ну вот и объяснение кризиса в стране. Долг россиян за жилищно-коммунальные услуги на 1 мая 2015 года составил более 1 триллиона рублей. Впервые в истории, кстати. Под долгом понимается задолженность физических лиц, промышленных предприятий, предприятий сельского хозяйства, бюджетных потребителей и иных хозяйствующих субъектов перед ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями, а также долги предприятий ЖКХ перед поставщиками энергоресурсов. Около 40% долга приходится на неплатежи за тепло и горячую воду. 25% за газ, 20% за электроэнергию, 15% за холодную воду, ремонт, уборку и вывоз мусора. Доля неплательщиков среди физлиц составляет около 20%. Оказывается, граждане более дисциплинированы, чем предприятия. Почти вдвое сократились расходы российских туристов в Италии. По подсчетам Банка Италии, количество средств, принесенных в бюджет российскими туристами, упало на 48,8%, с 86 миллионов до 44 миллионов евро. При этом число наших туристов, посетивших Италию, в феврале 2015 года сократилось на 21,9%. Тем не менее, общий турпоток в Италию растет и заработки тоже. В том же отчете банка зафиксировано, что всего доходы страны от туризма превышают 34 миллиарда евро в год, увеличиваясь в среднем примерно на 1 миллиард евро в год. Российский фондовый рынок открылся незначительным изменением котировок по отношению к основной торговой сессии пятницы. Индекс ММВБ снизился до отметки 1664 пункта. Аутсайдеры ФосАгро, ТГК-1, Полюс Золото, Мечел, Норникель, Роснефть и Магнит. Среди лидеров роста – ТМК, ПИК, ВТБ, ММК, Аэрофлот, НЛМК и Преф и Башнефти. Снижение на российском рынке происходит на фоне коррекции цен на черное золото. Торги в Европе и США в пятницу закрылись разнонаправленно. На азиатских рынках преобладают покупки. Курс доллара на 25 мая – 49,79 рубля. Курс евро – 55,55 рубля. Золото стоит 1938 рублей за грамм. Серебро стоит 27,61 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 65 долларов 34 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.